Еще раз, еще раз добрый день, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш ежедневный эфир, бизнес-канал на Финам-ФМ, сейчас в эфире бизнес-класс, ну и, наверное, хотя, может быть, это не совсем так, мне показалось, что поскольку сегодня пятница, завтра суббота, послезавтра воскресенье, да, пора оставить суетливую Москву с ее вечными пробками, с ее загазованностью, с ее, ну, последнее, по крайней мере, да, в связи с погодой, такой-то неловкой, вечным желанием поспать и отправиться за город, а там воздух, да, там красота. Так вот, мы сегодня об этом и поговорим, мы поговорим прежде всего о рынке элитной загородной недвижимости, со всех сторон попытаемся эту тему обсудить и с удовольствием я представляю в студии сегодня Светлана Капранова, директор парк Виль Жуковка, элитного коттеджного поселка на Рублево-Успенском шоссе. Добрый день, Светлана. Добрый день. Хотела сказать спасибо за приглашение. Люблю очень эту тему, с удовольствием побеседую. Здорово. Да, поэтому готова. Задавайте, спрашивайте. Обязательно, обязательно. Я предполагаю, что многие наши слушатели любят эту тему, ну, загородной недвижимости прежде всего. Кто-то любит элитное, а кто-то непосредственно Ерублевское-Успенское направление предпочитает. Поэтому для всех, для вас, уважаемые слушатели, я напоминаю, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе, задать Светлане свои вопросы по телефону, телефон прямого эфира 6510996, код Москвы495, либо написать на сайте, адрес которого финам.фм. Ну да ладно, все приготовления мы сделали ежедневные. Давайте, собственно, поговорим об этой интересной теме. Вообще, что такое элитная недвижимость, ну, с точки зрения загородной, как она выглядит, Свет? Ой, знаете, сложно дать определенную классификацию, поскольку если с бизнес-центрами, как-то с жилыми комплексами в Москве в центре мы разобрались, то загородная недвижимость, она более сложна в классификации. Здесь много факторов влияющие. И направление, и удаленность от МКАДа, и размер участка, и количество в поселке домовладений, и размер дома. И если есть отделка, то какой это тип отделки. То есть, существуют совершенно разные запросы на приобретение, совершенно разные вкусы, и дать какую-то классификацию единую очень сложно. Ну, понятно. Я предположу, даже знаете, что под разряд элитный может попадать в недвижимость, которая стоит выше вот так определенной планки. Может быть так? Тоже поменялась немного тенденция, начиная с 2006 года. И уже многие поселки позиционируют себя как элитные, хотя в бюджете... По сути, такими не являются. Что хочет что-то лучшее, понимает, разбирается в материалах, в отделке, в строительстве. И поэтому сами... Медлевый стал покупателем, да? Абсолютно. Тяжело. Тяжело с таким... Я думаю, что это прям отдельный вопрос, который мы можем обсуждать часами, какой он стал. Да, очень большая... Ну, я думаю, часами, не часами, но мы сегодня тоже с вами об этом поговорим. Ну, вы заговорили о тенденциях на рынке элитной недвижимости. Собственно, давайте об этом тогда и начнем разговор. Каковы они, эти самые тенденции? Что сейчас востребовано? Вы знаете, обратил внимание на ваши первые слова относительно московской суеты и, наконец, пятница выходные, то сейчас стоит отметить высокий достаточно сезон. Именно в поиске как и загородной, так и московской недвижимости, в том числе элитной. Потому что, с одной стороны... А, кстати, извините, в поиске на покупку, в поиске в аренду или на Новый год, может быть. Покупка. Ну, Новый год, он всегда остается Новым годом. Да, мы даже не трогаем эту категорию, это отдельная история. Мы говорим именно о приобретении. С чем связываем эти факторы? Первый фактор, то что многие люди суеверны. Не важно на их достаток, не важно на их возраст, не важно на их там социальное положение. И многие стараются завершить свои некие новые этапы жизни именно под Новый год. Чтобы не переносить в следующий год, да, что там накопленное, вот это вот нерешенное. Здесь еще нерешенное, это один момент. А здесь еще, знаете, принять важное решение о покупке дома, причем дорогостоящего, это важное решение. И очень многие люди, они просто стараются успеть в полном объеме сделку закрыть и даже получить свидетельство о праве собственности. Делают ускорение, доплачивают за это, не хотят приносить это на январь, они уже хотят либо отметить свой новый праздник именно в этом новом доме, либо спокойно уехать отдыхать, кататься на лыжах и понимать, что они вернутся, их ждут новые приятные заботы, которые их на следующий год займут. Если это вариант отделки, как раз к следующему году они уже могут пригласить друзей и уже провести там Новый год. Причем накануне следующего Нового года они будут суетиться, что, боже мой, надо быстрее заканчивать быстро, да, отделку. А тут мебель не пришла, тут кухня сломалась там или по размерам не подошла. В другую страну интересно люди живут, я вам хочу сказать. Очень интересно. Вы знаете, мы иногда столько нового узнаем от наших покупателей, от наших клиентов и собственников. Нового о чем? Вы знаете, о новых новинках, о технике, о мебели, о кондиционировании. То есть они впереди планеты всей, они постоянно развиваются сейчас, они постоянно смотрят, что происходит, что новое вышло. А вам это может жить и упрощает? Нам упрощает, конечно. Чтобы они в вас терзали вопросами, да, что вы нам посоветуете? Нам упрощает с одной стороны, что мы знаем, что бы они хотели, а с другой стороны нам становится сложнее жить, потому что мы понимаем, что это уже очень дорого получается. Здесь дилемма. Бюджет уже не вкладывается. Да, здесь дилемма у каждого застройщика, а на что потратить, а на что не тратить. Вот, поэтому это уже следующий вопрос. Так кто они, вот эти покупатели-то, расскажите поподробнее. Если мы говорим с вами про загородную недвижимость, говорим с вами про элитную недвижимость, то это в основном семьи. Детей может быть как один ребенок, так и много. Дети школьного возраста, поэтому стоит очень острый вопрос инфраструктуры, близости школ, детских садов. То есть, чтобы не мучить бедных детей, не возить их по пробкам, по тем же самым московским часами. Вопрос инфраструктуры очень важен в текущем моменте. Люди, владеющие своим собственным бизнесом, в основном, наверное, по возрасту, при покупке дома это от 35 лет и выше. То есть, это сформировавшиеся покупатели, которые либо уже попробовали за городом пожить, поснимали дом, либо приняли для себя решение, например, родился маленький ребенок. Они понимают, что Москва, она тяжела для детского организма и принимают решение уехать. Уехать на природу и при этом иметь возможность ребенка где-то обучать, вводить на какие-то курсы. То есть, очень много факторов при выборе и очень много причин, почему люди меняют место жительства. Также стоит отметить, что более, наверное, 50% людей, им не нужно ездить на работу к 10 часам утра, к 9 часам утра. Более 50 из этих покупателей, да? А остальная часть? Остальные части могут быть в том числе и государственными служащими, которым надо быть на работе и в 9 часов, и в 10 часов. И тут встает вопрос, конечно, с дорогой. Поэтому, как глава семейства, он берет на себя этот удар, он встает в 6 часов, в 6.30, собирается, выезжает, едет на работу. Недолго, недолго. Вот, поэтому... Им что-то показало, что за этим главой семейства приедут на черном лимузине с мигалкой и нормально его довезут. Ну, скажем так, сейчас, слава богу, не так много уже стало мигалок, да, и стало чуть поменьше. Но машин стало чуть побольше, поэтому это компенсировалось, к сожалению. Понятно. Хорошо. Ну и вот это самое волшебное направление, да, Рублево-Успенское, оно-то чем так уж всех привлекает? Лик, вам разве не нравится название Рублева-Успенская? Ну что может с этим сравниться? Ну, Рублева, я не знаю, у меня ассоциируется с рублем, конечно, с деньгами. Прекрасная ассоциация, понимаете? Успенское ни с чем. У них интересно, с чем ассоциируют, потому что я только услышал и забыл, они же туда едут жить. Света, прервемся, послушаем новости, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир сухой... Простите, бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем замечательную тему, говорим о рынке элитной загородной недвижимости. В гостях у меня Светлана Капранова, директор парк Вильджуковка, элитного коттедного поселка на Рублево-Успенском шоссе. Напомню вам, уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашей беседе. Для этого есть телефон прямого эфира 6510996, код Москвы495, либо сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, спрашивайте. Ну что ж, Света, я все-таки от вас не дождался этого ответа на свой вопрос. Чем же привлекает именно Рублево-Успенское направление? Ну помимо ассоциаций, конечно, с приятными вещами. Во-первых, царская дорога. Царская, да? Конечно, Иван Грозный ездил на Соколиную охоту, поэтому записи о дороге есть, можно смотреть исторические справки, изыскания. Потом на Рублево-Успенском шоссе и вблизи его нет вредных производств. Потом... По той же самой причине, видимо, да? Ну конечно. Иван Грозный ездил по этой дороге на Соколиную. Страх еще создался, с тех времен. А еще важный фактор, то что по Рублево-Успенскому направлению запрещено движение грузового транспорта. Это важно. Это очень важно. То есть вы, если стоите в пробке, но как красиво, да? Я сравниваю с вами. Поэтому это определенный стиль жизни уже сформированный. Поэтому Рублево-Успенское шоссе, на мой взгляд, может быть, он только мой. Но ни Новорижское шоссе, ни Киевское, ни Минское, ни Можайское, ни Дмитровское, они не смогут никогда конкурировать в том объеме, в каком очень хотят и пытаются. Ну пытаются. Кстати, вот по поводу Новой Риги. Там никаких пробок нет. Там просто педаль в пол и все. И 15 минут и дома. Попробуйте проехать и утром, и вечером. Вот я думаю, что абсолютно такое же время у вас займет дорога как по Новорижскому шоссе, так и по Рублево-Успенскому. Потом Новорижское шоссе у нас сейчас и ремонтируется, и сужение. Ситуация тоже сложная. Но это рано не будет закончиться ремонт. Закончится в одной части, начнется в другой части. Убедили. Хорошо. Я уже хочу жить на Рублево-Успенском шоссе. Что там? Шикарно. Приезжайте к нам. Так что там из предложений-то есть? Так как я представляю поселок Парквиль в Жуковке, то с удовольствием вам о нем расскажу. Давайте. Находится он у нас на Ильинском шоссе, в деревне Жуковка. Рядом хорошая инфраструктура. Построена прекрасная, шикарная школа, в которой работает уже третий год. Школа президент. Рядом у нас и спортивные центры, и магазины, и клиники, и салоны красоты, и стоматологические клиники, и аптеки, и рынки. Подожди, а рядом это как? Это внутри поселка? Совсем рядышком. Можно и пешком прогуляться, но, вы знаете, у нас люди уже не любят гулять пешком, поэтому на машине это там 3-4 минуты. Ну, конечно, если не с утра, в самой пробке. Да, поэтому все рядом. То есть инфраструктура уже сформирована, я правильно понимаю, да? По всему Рублево-Успенскому направлению инфраструктура сформирована. Много магазинов. Пожалуйста, там от агентства по подбору персонала и до любой обучающей программы для вашего ребенка, включая конные виды спорта, самбо, дзюдо, любые виды репетиторов. Вот можно найти все. Доставка в хорошо развитую инфраструктуру, поэтому проблем с этим на Рублево-Успенском шоссе нет. Если говорить конкретно про наш поселок Парквиль, у нас 40 гектар, вблизь Москва-реки. До Москва-реки можно дойти пешком. Всего у нас 60 домовладений. Есть как земельные участки без подряда, где можно свой проект воплотить. А люди у нас творческие, покупатели очень творческие. Все любят строить, возводить и оставлять что-то и детям, и внукам после себя. Так можно купить и готовые дома. У нас есть готовая часть поселка, которая выполнена в английской стилистике. Английского стиля нет, как архитектурного. Но очень у нас похожа улица на улицы Лондона. Вы стремились к этому? Да, стремились к этому. И школа выполнена также в английском стиле архитектором Михаилом Беловым. И дети очень любят школу, потому что она с огромными окнами, она просторная, она шикарная. Она похожа на дворец, она порядка 14 тысяч квадратных метров, с бассейном, с открытой площадкой. У меня сейчас ассоциация с Гарри Поттером. Я вот представляю. Совершенно верно. Серьезно, это так и есть? Да, когда у нас первый, мы, скажем так, взяли на тест ребенка с собой, при сдаче школы в эксплуатацию, пришли с ребенка. А какого возраста ребенок был? К шесть лет. Школьник, да? Шесть лет, то есть вот только-только. А фильм про Гарри Поттера видели все. Уже, да. Тут же можно летать. Поэтому вот. Здорово. Да, ребенок выразил такое мнение ему. Хорошо, все, мы, значит, все хорошо построили. А это значит, вы попали, если не подготовленный, тем более еще ребенок. Да, стоит важно отметить, что первое, что мы начали строить, это именно школу. То есть, чтобы обеспечить поселок и жителей будущих инфраструктурой, мы построили школу, мы ее запустили, сдали и стали продавать. Построили дома, выделили части, люди могут строить свои индивидуальные проекты. То есть, можно предположить, если по какой-то причине школа бы не задалась, то вы бы от проекта отказались. Ну, это, наверное, сложно, мы бы искали способы, а что же теперь делать, может быть, сделать из этого торговый центр. Но это шутка, конечно. Это, да, не оригинальное решение. Мы изучили рынок до того, как приступить к строительству школы. Мы изучили рынок, мы поняли, что школ на Рублево-Успенском направлении, и на Новорижском направлении, и на Минском направлении не хватает. Поэтому к нам детишек возят как из Новорижского шоссе, так и с Минского шоссе, и с Дальней Рублевки. Свет, я прерву, на секунду, извините, у нас есть звонок, давайте, чтобы не томить слушателя. Магомед, день добрый, вы в эфире. Добрый день. Ну, я могу сказать, что Светлана все-таки слегка лукавит, потому что я регулярно в неделю по 3-4 раза бываю, что он, ну, практически на всех направлениях я элитно живет. Я просто занимаюсь слаботочными системами. Магомед, просьба, чуть потише сделайте приемник, фонит очень. Я уже вроде совсем отключил. Ага, слушай вас. Ну, и могу сказать, что по Минке можно очень далеко, даже по Минке. Я уже молчу про новую рейс, уехать, по сравнению, за то время, сколько будете стоять на Рублевке. И меня поражает одно, цены, конечно, очень хорошие, в Европе такие цены никому даже не снились, даже в кошмарных снах. И при этом очень плохая инфраструктура с точки зрения, если люди собираются там не просто жить, а еще и работать. Качество связи, что сотовый, что интернет, такое, что даже в подмосковных деревнях, по-моему, и то лучше. Вот, соответственно, в связи с чем, у меня к Светлане вопрос. А замечательный маркетинговый ход со школой, вы, я думаю, привлекли очень много народа, а что мешает привлечь их, скажем, подводкой нормальных коммуникаций, именно относительно связи? Ага, понятно. Спасибо, Магомед, за вопрос, Папидо. Вот Магомед усомнился, да? В связи, да. Ну, Кавид, говорит, Светлана-то. Ну, Магомед, что вам сказать, у нас связь работает хорошо, вай-фай у нас работает прекрасно. Казала Светлана, показала телефон мне сейчас, да? У нас связь работает хорошо. Да, поэтому, конечно, там случаются перебои, но это происходит крайне редко. Света, еще раз прошу прощения, у нас рубрика вне времени, нам нужно послушать обязательно, а потом будем отвечать Магомеду. Спасибо. Ну, что ж, друзья, продолжаем эфир бизнес-класс на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Светлана Капранова, директор парк Вильжуковка, элитного котлетного поселка на Рублево в Успенском шоссе. Обсуждаем мы со Светланой рынок элитной загородной недвижимости в целом. Ну, и уже начинаем в детали некие. Кстати, давайте вернемся к ответу на вопрос Магомеда. Вот он посетовал на то, что связь сотовая в этом районе не очень. Света, я так понимаю, не согласна. Не согласна. Формация для меня новая. Если с пробками отчасти я соглашусь. Но мы с вами обсудили вопрос, главное, как стоять. Конечно, мы даже кайф в этом нашли определенный. Мы стоим на Рублевке в пробке, это же красота. Относительно связи у нас такой проблемы не наблюдается. То есть и телефон, и интернет хорошо работают, все клиенты до нас дозваниваются, все к нам приезжают. Более того, наши собственники, кто у нас уже проживает в поселке, мы чуть-чуть улучшили тариф, улучшили трафик, и проблем у нас нет в поселке. Мне сложно сказать, может быть, какие-то определенные места в виде Усова и могут быть с таким дефектом. Если говорить про Жуковку, говорить про Раздоры, говорить про Барвиху, по личному опыту не наблюдала такой проблемы. Поэтому готова с Магомедом проехать, изучить рынок работы. Было ли там, да, все-таки там лесов много, может какая-то магнитная аномалия. Да, мы все время к хорошему приходим, что много лесов. Хорошо дышать. Давайте вернемся к поселку. Итак, школа есть, школа замечательная, да, я так понимаю, и персонал, который в этой школе работает, о нем тоже можно пару слов сказать. Прекрасный директор, который именно любит детей, любит свою работу, постоянно придумывает игры, постоянно придумывает развлекательные программы, лагеря, выставки, походы. И динамично очень развивает детей своих, и она к ним относится именно как к своим детям. Любовь Александровна Машина, еще раз повторю, прекраснейший человек. Мы очень рады, что познакомились, мы очень рады, что мы нашли взаимопонимание. И то, что школа-президент у нас в поселке вместе со своим детским садом начинает уже с трех лет детей готовить к взрослой жизни, скажем так. Я даже подумаю о том, что стремясь попасть к Любови Александровне, да, под крыло, многие меняют место жительства и стремятся именно еще и в ваш поселок. Ну да, абсолютно верно. Очень большая точка протяжения именно школы, поэтому те покупатели, которые задумываются, что через три года ребенку надо отдать в школу, либо ребеночек только родился, и они понимают, что через три-четыре года надо отдать его в детский сад, они уже присматривают жилье, они как раз рассчитывают, что через год-полтора они сделают ремонт, они смогут заехать и уже пользуются всеми благами поселка. В общем, я бы сказал так, кто об этом задумывается, копите деньги, потому что есть возможность как раз замечательной. Как выглядят дома-то, расскажите поподробнее. Дома от 650 до 1000 квадратных метров, участки от 25 до 47 соток. Ну, знаете, вот, допустим, у вас квартира, была у вас маленькая квартира 50 метров, вы вмещались, потом поняли, что нет, надо мне 70 метров, стали вмещаться в 70. Прошло несколько лет, вы вместились и хорошо в 200 метров. Что вы так рассказываете, я представил, что я все время полнею и полнею, сначала я в 50 себя... Я бы сказала, что вы расширяете, расширяете свою семью. И в какой-то момент вы понимаете загород. Что у вас, с чего состоит загородный дом? Он у вас состоит из гаража. Возможно, вы его вынесете в отдельное строение. Опять для этого участок должен быть, да, соответствующий? Да, но многие люди любят гараж иметь в доме, чтобы он был тёплый, чтобы не ходить по улице, сесть в машину и уехать. Разные вкусы, сложно спорить, каждый как привык, так он и планирует своё личное уже пространство. В гараже картошку можно хранить. Картошку и огурчики. Можно хранить всё. Что важно для дома? Важно прихожая, важно при входе гардеробная, хорошая, красивая, большая гостиная, кухня, гостиная лучше с камином, пати. То есть у вас будет ещё открытая веранда. И всё, у вас первый этаж в 300 метров закончился. Боже мой. Надо идти на второй. Второй этаж. Да, я сейчас, да, сижу и считаю, действительно. Второй этаж. А, ещё на первом этаже может быть или спальня, или кабинет, потому что многие перевозят родителей, и родители могут быть в возрасте, и высоко подниматься, лифт смысла ставить нет на двухэтажный дом, поэтому спальня первого этажа, она необходима в таких случаях. Поднимаемся на второй этаж. Так, что там? Что там мы видим? У вас двое детей, допустим. Возьмём двое детей. Поднимаемся на второй этаж, и там двое детей. Там двое детей. Куда же их селить? Вы их каждого поселите в отдельную спальню. У отдельной спальни обычно свой санузел, своя гардеробная. Если ребёнок взрослый, одна история. А если ребёнок маленький, ему нужна няня, значит няня где-то по соседству. Это ещё одна спальня. А кроватку рядом там в комнатке в этой нельзя поставить? Уже всё не модно. А, не модно. Понимаете? Уже не модно. Вот они тенденции-то, да? И папа с мамой. Папа с мамой. Спальня минимум метров 25. Большая гардеробная, лучше две. Мужская и женская. А папа с мамой, они дружат? Они дружат, у них всё хорошо. Не ругаются? А то папе отдельную спальню сейчас, маме отдельную спальню. Ну что вы, нет, у нас все дружат. Гардеробная мужская, гардеробная женская, большой санузел. Санузел вмещает и ванну, и душевые кабины, и достаточно просторную, хорошую мебель. Поэтому всё. И вам не хватает. Вам нужен дом тысячи метров. Боже мой. Там-то уже бассейн, понимаете? А тысячи метров она куда, в подвал пошла или ещё мансардный этаж? Всё расширяется пропорционально по площади. Ну там участок больше. То есть если 47 суток участок, то и пятнозастройки у вас может быть побольше. То есть если у вас дом 995 квадратных метров, скорее всего у вас первый этаж будет метров 500, и второй этаж будет метров 450. Всего я бы добавил. Да, всего. Всего метров 500, и не 450. А потом следующее, что у вас происходит. У вас происходит на участке беседки, чайные домики, иногда спортивные площадки. Иногда происходят. Но происходят, да. Вы можете, конечно, сходить к нам в парк погулять. Там и прудики, и детские площадки у нас есть. Это парк общего пользования, да? Общего пользования. Но многие останавливают себе на участке небольшой такой спортивный комплекс для детей, чтобы и на виду дети были, и гости приехали, есть к кому чем развлечься. А то придут все к нам в парк и начнут ловить рыбу в нашем пруду. Это неприемлемо. Неприемлемо совсем. Поэтому вот... С бассейном-то я, Света. С бассейном. Где бассейн у нас? Бассейн у нас на первом этаже. На первом этаже. Плюс к бассейну вам еще маленький спортивный зал. Плюс к вам к бассейну еще парилка, скорее всего. Вон сауны, да? И санузел опять же. И вот они у вас тысячу метров опять. Опять мало. Не хватает, да? Дальше пошло хуже. Внуки. Мы с вами можем договориться на пяти тысяч. Внуки, внуки, так. Внуки. Все приезжают. Большая семья. Подождите, подождите. Внуки. Перед тем, как внуки появились, дети выросли, да? Это очевидно. Выросли. Дети выросли, стали самостоятельными, поженились, там вышли замуж. А почему бы им не подумать о том, что, наверное, вот в этом небольшом тысяче квадратном метро домике, да, уже нет для них самостоятельной жизни. Возможно и такая. Надо купить соседний дом, как обычно у нас происходит. Серьезно. В том числе, да, и в поселке. У нас несколько семей купили рядом земельные участки, и семья купила два дома рядом. Нет, но это они в моменте покупают. А вот смотрите, если мы... Ну, они в моменте покупают, есть родители, есть дети, и они живут рядом. То есть вот они, два поколения. Один дом как раз купили тысячаметровый, а второй дом купили 750 метров. То есть 750 метров это для детей, и тысячаметровый дом это для родителей. И участки рядом, то есть их можно объединить. Можно ходить друг к другу. Опять же, сложно сказать. Это личное мнение каждого. Конечно. Жить вместе, либо жить отдельно. Ходить в гости по утрам. Ходить в гости по утрам. Многие покупатели к нам обращаются. Родители ищут в подарок к свадьбе, например, дом для детей. В подарок девушки ищут дом. Такое у нас тоже происходит. На 8 марта, да? Да. Если смотреть на наш поселок, то площадь 650 тысяч метров. Всего у нас 8 проектов. Поэтому 8 проектов, они между собой отличаются по площади метров. 50-70 разница. Поэтому каждый покупатель находит то, что ему подходит. Плюс ко всему фасаду. У нас разные все. Фасады в смысле отделки разные? Отделки, да. Потому что архитектурный стиль все-таки стиль вы говорите, да? Архитектурный стиль единый, а сама отделка разная. Это разный цвет камня, разный цвет штукатурки, разное ландшафтное проектирование, разные деревья, разные цветы. То есть вы каждый раз приходите в дом, и вы как в новом уголке. И для себя находите то, что вам нравится. Вам нравится бежевый? У вас бежевый. Вам нравится темная лепнина? У вас темная лепнина. Вам нравится красный кирпичик? У вас красный кирпичик. То есть из 23 домов ряд из них уже продан. Уже мы ждем к заселению эти дома. Представляете? Мы, кстати, начинали с того, что ныне покупатель очень привередливый. Очень. Она посетовала света на это. Очень привередливый. Но исходя из того, что она сейчас рассказывает, тут на любой вкус просто есть выбор-то. А все равно. Все равно привередничает, да? Очень привередливый. Но знаете, это неправильно. Это такое некрасивое слово. Привередливый. Некрасивый? Некрасивый. Давайте очень требовательный. Требовательный и уже профессиональный. То есть прежде чем принять решение о покупке, поставить свою подпись на договоре, обязательно привозит технического специалиста, обязательно делается опись имущества фактически, да. А обязательно проверяется... Ну это от чего? Это от недоверия к вам или все-таки он пытается более авторитетным каким-то источником? Вы знаете, это общая тенденция. Ну то есть это нормально. Это общая тенденция в процентах 80 привозит технических специалистов, которые берут какое-то время для оценки того имущества, которое хочет скупить их клиентов. А были случаи, когда технический специалист приехал и что-то забраковал, и пришлось переделывать, не дай бог? Это следующий вопрос. Так. Это следующий вопрос, смотря какую цель преследует технический специалист. Вот, кстати, они же жуки, все-таки технические специалисты. Важный момент, поэтому по каждому дому мы имеем некое экспертное заключение. У нас есть проектная документация в полном объеме, который мы сразу показываем. Снимаем вопросы технических специалистов обычно в течение двух-трех суток. Дополнительно разбираемся, паспорта технические, все предоставляем, поэтому... Ну, то есть, если у технического специалиста задача придраться просто к чему-нибудь, то... Знаете, это как у юриста. Да, да, да. Если поставлена задача, то ее можно выполнить всегда. Надо отработать деньги просто в этом случае. Свет, еще раз прервемся, новости послушаем, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. К сожалению, осталось всего лишь 12... Свет, 12 минут всего осталось. Я не готова уходить. Ну, ничего, мы можем посидеть после эфира, собственно. Здесь будет свободно. Я имею в виду, что так о многом еще надо поговорить, а всего лишь осталось 12 минуточек. Я, тем не менее, напомню, уважаемые слушатели, что сегодня мы обсуждаем рынок элитной загородной недвижимости. В гостях у меня Светлана Капранова, директор парк Вильжуковка, элитного коттеджного поселка на Рублевско-Успенском шоссе. Ну и на всякий случай, телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Ну что ж, вернемся. Я рисую себе, я уже себе рисую, как выглядит этот волшебный поселок. Что там еще волшебного-то? Парк. Парк. Так, вот расскажите, пожалуйста, поподробнее о парке. Прекрасная у нас есть аллея из акаций, ведет она к прудикам, на прудиках ротонда, а вечером красота, весной прелесть, зимой шикарно. Вот, хотим провести Масленицу зимой. Подождите, Масленица зимой, вы об этом говорили, и тем не менее, давайте еще раз упомянем, а уже проданные дома-то есть, уже люди живут в поселке? Да, люди живут в поселке, проданные дома есть. Сейчас у нас живет уже 4 семьи, и в ближайший, я думаю, год заедет еще порядка 4 семей. То есть вот эти 8 готовых домов вы реализуете, а остальные под застройку? Участки имеются в виду, да? Не совсем так. Всего под застройку у нас около 40 участков, а дома, построенные, готовые, в которых можно делать уже чистовую отделку, 23 дома. У нас как продано большое количество земельных участков, практически все, так и дома готовые тоже проданы. Просто люди еще не успели заехать, не успели начать ремонт или сделать ремонт. Да, люди находятся в стадии строительства своих домов, либо ремонтных работ, поэтому ожидаем, что в течение двух лет у нас большая часть, наш покупатель заедет. Свет, вот опять в надежде задает вопрос, что вы сейчас развенчаете мои сомнения, как вот в случае с Магомедом, да, который, видите, позвонил, Свет сказал, такого быть не может. И он больше не звонит, потому что он вам поверил. Так вот, я хотел спросить о том, что, когда действительно, ну, поселок Ли или, может быть, там, какой-то жилой комплекс, вот он таким образом наполняется, да, для этого требует время. Ну, представьте, вот такой стандартный вариант. Вы купили квартиру, ваши соседи еще не купили, вы приехали, сделали ремонт и зажили уже счастливой жизнью. И вдруг, через некоторое время, сосед появляется, а он еще не успел зажить счастливой жизнью, потому что ему надо сделать ремонт, ну, и все то, что вы сделали уже некоторое время назад. И мало того, этот сосед справа, этот сосед слева, этот сосед сверху и сосед снизу. И они одновременно делают ремонт. И счастья нет. Ну, у нас счастье, что сверху и снизу, как минимум, уже нет соседа. Допускаю, допускаю, да. Здесь, это самое, аналогия непрямая. Но, тем не менее, вот смотрите, я приезжаю домой, а здесь идет еще строительство. Да, вопрос ваш поняла, опасения ваши поняла. Вопрос очень правильный, поэтому мы и разделили две зоны, две территории. Та территория, которая застроена и ближе находится к школе, к инфраструктуре. И та территория, которая не застроена, отдается под индивидуальные проекты. Разделены они как и живой изгородью, так и красивым забором. У них отдельные въезды. Строительная техника в обязательном порядке идет через отдельный въезд с обязательной помывкой колес. Плюс к этому, конечно, должна хорошо работать служба эксплуатации, которая, во-первых, регламентирует работы по времени, которая следит за чистотой общественных территорий. Ну, и в том числе, кстати, и за чистотой частных застройщиков. Потому что мы очень просим наших собственников, которые строят свои индивидуальные проекты, вовремя и вывозить строительный мусор, и содержать в надлежащем порядке свои собственные земельные участки. Поэтому сейчас у нас, кстати, заехали как и заезжают, ожидаем то, что заедут собственники и в готовую часть, и живет несколько семей именно в той части, где земельные участки продавались без подряда. То есть они уже отстроились? Да, мы выстроили определенную систему взаимоотношений. Мы предприняли ряд, скажем, таких работ, которые повысят безопасность собственников, поскольку людей и дети, и постоянно курсирует охрана, постоянно смотрим за надлежащим видом, за состоянием газонов, за состоянием, опять же повторюсь, дорог, за состоянием общественных территорий. Поэтому вы очень важный вопрос подняли, он очень важен. Здесь важна служба эксплуатации, важно, как сам застройщик организовал проезд грузового транспорта, как он сам заботится о тех людях, которые уже заехали, и, собственно говоря, заботится о своем продукте, потому что из этого всего складывается репутация. Репутация складывается по мнению тех людей, которые уже живут, и по мнению тех людей, которые задают такие же правильные вопросы, как вы. Кто приехал, посмотрел и понимает, что через два года он может приехать, и что же будет здесь через два года. Это очень важный момент. Но мы рассчитываем, так как земельные участки уже практически все проданы, то есть процентов 15 непроданных земельных участков, их осталось немного. Плюс к этому у нас ограничен срок застройки. А кто ограничивает вас? Ну, не мы. Мы ограничиваем наших покупателей. Это хорошо, что происходит полюбовно. Мы подписываем специальные соглашения. И они на это идут. Да, они на это идут. То есть вы их обязуете в течение определенного узкого периода времени закончить все вот эти вот, как минимум, грязные работы. Могу сказать, плюс для нас, то, что большинство наших покупателей, уже собственников, приобрело земельные участки именно для себя. Это очень важный фактор, потому что они заинтересованы быстро построить, быстро отделать и быстро заехать. Поэтому они смотрят и на соседа своего, и они понимают, для чего он купил. И между собой они общаются и собрали. Это тонкий момент тоже. Мы же все говорим об элитном жилье. И вот приехал один из будущих покупателей, посмотрел, ему все понравилось. И наверняка он задает вопрос, а кто живет или планирует, может быть, жить через этот забор? А кто будет с этой стороны? А кто еще? Вот это, с одной стороны, информация все-таки конфиденциальная, наверное, а с другой стороны, она же будет влиять на его решение, конечно. Конечно. Но, скажем так, на этапе сделки, до момента выхода права собственности на нового покупателя, мы даем некую характеристику, то есть описание, возраст людей, дети, некие предпочтения, хобби. То есть не переходя на личности? Не переходя на личности, не называя фамилий. А после того, как человек уже приобретает дом либо земельный участок, мы, конечно, спрашиваем разрешение. Можно ли представить, можно ли познакомить. Потом практически каждый месяц мы проводим собрание жильцов, и очень часто приходят сами собственники, не представители, они между собой общаются, знакомятся. Более того, ходят уже друг к другу в гости. Это нормально, и хорошо, что это есть, и нас это тоже очень радует. Действительно, это логично, да? Ведь люди не просто сняли на неделю этот дом или эта дача, хотя и соседи по даче тоже дружат, а здесь люди живут. Конечно, это, опять же, повторюсь, все работает на репутацию. Времени, ну, как я и предполагал, не так много. Проблема охраны подобных поселков, да, загородных, она всегда очень актуальна. Мы говорим об элитной все-таки истории. Как выглядит это? Это обязательные посты охраны при въезде, при выезде. То есть весь поселок, он, я не знаю, огорожен забором трехметровым. Ну, у нас не пяти, у нас поменьше. Забором. Жесткий пропускной контроль, естественно. Обязательном порядке. Плюс к этому, обязательно сотрудники охраны несколько раз в день проезжают по территории, то есть курсируют на велосипеде, в частности, да. Все-таки территория большая. Контроль допуска в основном, он, конечно, жесткий. То есть заранее любой собственник должен предупредить, подать заявку на конкретного человека, на конкретную машину, на количество людей, проезжающих в этой машине. И после этого мы информируем собственника, что данная машина подъехала, и им позволяет на этом этапе уже проехать в поселок и достигнуть своего пункта назначения. Важный вопрос. Очень многие собственники ставят индивидуальные, дополнительные камеры видеонаблюдения, периметральные камеры, опять же, сигнализацию индивидуальную на дома. Поэтому каждый заботится о своей безопасности. И помимо централизованной охраны, конечно, каждый еще прибегает к индивидуальной системе безопасности. И это важно очень для людей. Я понял. Ну и последняя, видимо, тему важную, может быть, наиболее важную, которую мы успеем, я надеюсь, обсудить, ну или как минимум каким-то образом ее коснуться. Да, да, да. А что это, во что все это выльется? Что все это стоит? Что это все стоит? Если мы говорим про готовые дома, которые находятся в готовой части, полностью готовые, и вы можете приходить делать ремонт и через год уже заезжать, стоимость от 5,5 миллионов долларов до 8,5 миллионов долларов. Вот такие нынче у нас цены. Если говорить про земельные участки, которых осталось не так много... Это, видимо, со скидками, да, цены-то? От 5,5 до 8,5? Ну, пока нет. Пока нет? Если говорить про земельные участки, то из-за небольшого количества оставшихся земельных участков средняя стоимость за сотку порядка 75 тысяч долларов за сотку. А земельные участки, они от 39 соток. Осталось мало. Два участка по 39 соток. И есть один большой участок. Вот уже можно смотреть. Я бы даже продолжил. Торопитесь, торопитесь, да? Да. У участков осталось мало. Всех приглашаю. Всех приглашаю. Приехать, посмотреть. Спасибо, Света. Ну, и буквально два слова какие-то допутственные, может быть, или рекомендательные, да, нашим слушателям перед тем, как начнем прощаться. Наверное, рекомендательные. Если вы захотите купить загородный элитный дом, конечно, внимательно изучите то, где вам хотелось бы жить, что вас окружает, какая у вас будет рядом природа, какая у вас будет рядом инфраструктура. Это очень важные факторы, потому что люди неопытные в загородном проживании, к сожалению, иногда меняют свое место жительства, уже выбранного. Дом понравился, а жить не могут, потому что неудобно. Поэтому эти факторы должны все сложиться, только после этого принимать решение о покупке. А так всех ждем к нам. Спасибо, Света. Спасибо. Итак, друзья мои, заканчиваем. Светлана Капранова, директор парк Вильжуковка элитного коттеджного поселка на Рублево в Успенском шоссе была сегодня в студии бизнес-класса. Мы обсудили со Светланой и рынок элитной загородной недвижимости в целом, ну и конкретно о предложении, которое озвучивала Светлана, тоже поговорили. Света, спасибо огромное, что вы нашли время посетить. Спасибо, что позвали. Спасибо вам. Надеюсь, не последний раз. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе, хороших выходных. До свидания, до понедельника.